всем привет вы на канале марина и цветочные друзья и сегодня мы с вами заняты пересадками не знаю у кого как а у меня пересадки всегда какие-то намечаются и выполняются потому что цветов очень много они растут укореняются пересадки наше все сегодня речь пойдет об антуриумах есть антуриумы цветущие и у меня нет ни одного из цветущих красиво цветущих эти тоже цветут но цветы у них невзрачные они больше ценятся за декоративный такой зеленый убор то есть за листья антуриумы необычные вьющиеся и кустовые как раз вот тот который сейчас на экране мы пересаживать не будем здесь я ограничилась только подсыпкой грунта сейчас покажу поближе горшочек посмотрите этот антуриум растет не очень быстро вернее даже совсем медленно возможно у меня но зато хорошо наращивает корни корни у него красивые такие прямо с глянцем блестящие и поэтому я решила что они должны быть воздушными не надо их никуда прятать то есть наращивает ну и пусть они будут дополнительное украшение листья вот такие это молодой лист он более светлого оттенка и старый лист ну не старая тот который уже можно считать полноценным взрослым листом он вот такой среди моих антуриумов есть еще один вьющийся этот быстро растущий у него в листе давайте посчитаем два четыре шесть восемь но тут у меня 9 вот таких лопастей в этом пропеллере и даже у маленького листика сразу все просматриваются это уже обновленный антуриум старый я резала на череночки чтобы брать их с собой на выставку ну а для себя вот оставила такой рослый череночек растет он как обычная лиана то есть в таких междоузлиях есть зачатки корешков которые в воде начинают расти становятся белыми и тогда растение можно сажать то есть укореняется этот антуриум очень хорошо просто в воде череночками ну и он тоже пересаживаю недавно то есть его мы тоже пересаживать не будем просто показала для примера сейчас найду где вот корешок просматривается посажен в такой большой стакан и только-только начал наращивать корневую систему такие вьющиеся антуриумы хорошо относятся к обычной атмосфере комнатной сушить их нельзя так же как и заливать то есть умеренный полив не могу сказать что я с ними на ты но только-только мы привыкаем друг другу но интересно в любом случае за ними наблюдать а пересадка предстоит антуриумов у которых кустовая форма роста вот один из них покупался маленькой деточкой очень за него переживала и волновалась но оказался не капризным особенность антуриумов именно кустовых вот как говорят их владельцы что они вот так поднимаются на корнях прямо над грунтом то есть сам себя выталкивает из земли вот я так понимаю что там у него детка но она еще маленькая и ничего отделять не буду просто пересажу его в новый грунт и в больший горшочек ну а на корни мы посмотрим при пересадке еще один антуриум я вам его показывала после покупки он был с двумя листочками они сейчас старые листы хорошо заметны то есть у них видно что они со временем отомрут потому что растут они на старом пеньке вот тоже покажу вам подробнее когда будем пересаживать но сейчас просто для примера вернее для того чтобы вы поняли что почему эти листы портятся потому что это листы которые остались на старом пне видите там срез а жила почка сбоку и начала рост ну и вот на этой ожившей деточке вот такие красивые листья если вы помните я показывала вам антуриум после покупки очень тоже переживала как он будет расти 10 раз у кати спросила у кати комаровской можно ли считать его простым или наоборот он чересчур сложный катя меня успокоила что достаточно простой в уходе несмотря на свой экзотический вид абсолютно не капризное растение ну и вот так он и был у кати посажен вот так то есть основание прикрыто мхом ну вообще может это как раз и нужно сделать потому что если он на корнях выступает над землей то может как раз мох и кстати ну и вот давайте сейчас займемся пересадочкой грунт и это просто верховой торф то есть антуриумы прекрасно относятся к верховому торфу поэтому ничего даже больше изобретать я и не стала и так для старого грунта приготовила емкость куда излишки будут встряхиваться и и начинаем вынимать из горшка ну сейчас на сарю сто процентов специально не поливала чтобы не нужно было мокрый грунт стряхивать легко стряхивается именно подсохший грунт ну вот грунт абсолютно не замокший не закисший поэтому не буду его целиком и полностью в эту емкость стряхивать сразу поместим вот смысле расположим вот над этой емкостью и посмотрим что же там у него с корневой системой смотрите корни объемные вот я сама первый раз смотрю на корни потому что этот антуриум пересаживала перевалкой а следующий который вам показывала для на пересадку и вообще его не трогала поставила так как он и ко мне приехал смысле я его сама привезла с выставки с нашей вот такая корневая система постольку поскольку смотрите все корни живые растущие подгнивших нет замокания нет поэтому полностью освобождать корневую систему от грунта не буду просто помещу в больший горшок хотя конечно вот если смотреть по объему то и в предыдущем горшке еще не доросли корни до дна горшка ну хотя меня и предупреждали что у кустовых антуриумов у них не очень большая корневая система горшок приготовила побольше объемом и на дно положила дренаж чтобы не было замокания ну и дальше все все как всегда то есть располагаю растение в горшке и засыпаю грунтом вот так заполняя там промежутки которые между корнями имеются немножко углублю растение посмотрю что с ним будет дальше я думаю что вот эти корни которые прямо таки на мой взгляд в несколько ярусов он формирует они помогут потом отделять детку которая будет уже с корнями но я так думаю тоже новое для меня растение кустовой антуриум ну кстати если не знаю как вы я встречаю его периодически в магазинах в больших гипермаркетах в нашем магазине в славянске вот магазин теплица тоже он был и вырастает такой антуриум просто огромным и листья у него огромные само растение очень массивное он цветет кстати просто цветы не настолько выделяются ярко как у цветущих декоративно цветущих это все таки декоративно-лиственное растение ну вот все когда посадим второй я покажу вам сразу два в полный рост немножко уберем чтобы можно было продолжить работу итак теперь еще один антуриум вот этот сначала естественно уберем мох мох просто лежит на поверхности грунта еще раз повторю что я не помню у кати так было или катя мне просто посоветовала так сделать но вот покажу вам что находится подо мхом вот такие живые зеленые корешочки то есть ну вот здесь потемневшие основания но я думаю что не из-за того что тут был мох а вот это как раз и есть срез тут два пенька я думала один два пня два пня и вот еще одна детка на предыдущем было видно да что кустовой антуриум он детками обрастает и на определенном моменте я думаю детку можно будет срезать так мог убрали теперь вынем из горшочка посмотрите какие корни друг другу не мешаем вот такие хорошо просматриваются ну и отверстия дренажные такие большие что можно аккуратно вынуть растение не повредив корень посмотрите корневая идеальная абсолютно ну нет ни плесневелого грибка не зеленых водорослей антуриумы у меня стоят таком не не солнечное место то есть на солнце могли бы стенки горшочка зарасти зелеными водорослями а а тут все в порядке то есть единственное что делаю это пересаживаю растение просто методом перевалки ставлю в больший горшочек и подсыпаю свежий грунт я думаю что ничего другого не требуется чтобы не просыпалась земля поставлю в поддон и и засыплю грунтом промежутки и опять же у меня получится что слегка углубляю антуриум то есть те воздушные корешки которые сформировались над поверхностью грунта я их присыпаю свежим грунтом грунт еще раз повторю это нейтральный верховой торф потому что по моим наблюдениям некоторые растения в том числе и вот антуриумы они прекрасно реагируют на верховой торф единственное что соблюдаем как всегда правило то есть не и заливаем и не пересушиваем умеренный полив вот посадили второй антуриум пересадки у нас сегодня не сложные и посмотрим теперь целиком на растение вот один из антуриумов вот так он выглядит вот эти листья которые на старом пне как я вам уже показывала ничего с ними делать не буду пока они сами не засохнут я их убирать не буду каждый лист это полноценное питание растения поэтому пусть остаются и вот второй маловат поддончик не помещается донышко поменяю на больше и вот второй кустовой антуриум который тоже мы с вами сегодня пересадили очень часто очень часто зрители пишут что а почему вы не говорите о том поливаете ли растение после пересадки и как именно мы это делаем поэтому сейчас давайте с вами как раз и польем извините забыла принести забыла о поливе вот когда стала показывать уже пересаженные растения вспомнила что просят показывать и полив тоже постольку поскольку во время пересадки мы не повредили ни одно ни одного корешочка то можно спокойно растение полить полив по краю горшка ну и пока не настолько чтобы прямо земля промокла до самого дня ой дна до самого дна просто вот так торф был сухим поэтому пока он намокает он будет вот так вот не видно что он влажный потому что весь верхний слой как бы поднялся от воды всплыл но сейчас вода начнет просачиваться и торф станет увлажняться ну а насколько он стал влажным я проверю часа через два и если часть торфа в горшке останется сухой то возможно еще немножечко добавлю воды то есть полью поливаю я цветы просто сверху вот эта бутылочка она в общем то для маленьких стаканчиков просто она сейчас ближе всего оказалась под рукой что можно было быстро ее взять поэтому я взяла эту бутылку кстати о бутылке не знаю пользуетесь вы таким приспособлением или нет мне кажется что изобрели именно такую бутылку именно с такой трубочкой нашей фиалководы а сейчас они уже встречаются и в продаже тоже и ну я эту делала сама так же как еще раз повторяю наши фиалководы делают сами и мне показалось что практичнее сделать трубочку но прямо таки очень короткой вон она видите чуть-чуть опускается в бутылку и все получается что когда я поливаю то я наклоняю бутылку и легко выливается вода а вот некоторые говорят что берем трубочку чтобы она доставала до дна ну можно и так но тогда получается бутылку нужно держать вертикально не пробовала интересно удобно так или нет скажите кто пользуется такой бутылкой насколько там внутри длинная трубочка насколько удобно вам пользоваться всегда интересно вроде бы мелочь интересно узнать как же это будет на этом все дорогие друзья видео небольшое пересадки у нас продолжаются кому интересно именно такие видео жду вас в гости на своем канале потому что выставок у нас пока нет выставки начнутся с 10 февраля а пока приглашаю вас на свои домашние видео буду рада всем своим друзьям и новым подписчикам всего хорошего до новых встреч до новых встреч до новых встреч